Приветствую вас. Знаете, читая ваш вопрос, у меня сложилось такое впечатление, что вы немножечко не о том. Думаете, немножечко, ну, не на те вещи обращайте внимание, немножечко не туда смотрите. Я постараюсь вам пояснить свою мысль. Вы пишите, что, значит, вам 29 лет, значит, есть ребенок, значит, 5 лет. И проблема подмечается в том, что я сняю в своей груди не вообще, а когда напоминаю перед молодым человеком. То есть вы считаете, что ваша грудь, после того, как вы кормили ребенка ею, потеряла, значит, форму, потеряла свое привлекательное, да, стало менее, так скажем, менее красивой, да? Вот. Но, но, смотрите, то есть раньше ваша грудь была, по вашему мнению, идеальной, да? Ну, или, по крайней мере, проблем никаких не было. А сейчас вы чувствуете, значит, то, что она вам не нравится, что вы чесняет. То есть не принимаете ее. То есть в себе вы что-то не принимаете, потому что это отошло от, ну, какой-то вот нормы, которую вы сами себе установили, да? Вот. И получается, получается, что проблема в том, что вы перестали соответствовать определенным нормам. Ну, вот, сейчас, на данный момент вы перестали соответствовать нормам. Я вас, наверное, все-таки спрошу, а нормы-то эти кто устанавливает? А нормы эти, они, по вашему мнению, кто образовывает, да? Вот, вот, как вы считаете, как вы считаете, кто образовывает нормы, и откуда у вас, вот, это, число, откуда у вас, вот, это вот, переживание, можно сказать, можно сказать, да? Вот, вот, как вы думаете? Вот в этом направлении нужно двигаться. Потому что, видимо, у вас были какие-то переживания, связанные с тем, как вы себя воспринимали, как вы себя видели, как вы себя чувствовали по отношению к, ну, по отношению к вашему подписчику. Вот, смотрите, вы пишите, значит, это у меня осталось после роли. Многие считают меня лимфатичной, значит, получается, все вроде нормально, но когда дело доходит до переодевания или ближе к смещению, я начинаю сцениться, не хотите, чтобы смотря на мою грудь. Почему? Вот, почему вы не хотите, чтобы смотря на вашу грудь? С чем это связано? Ну, понимаете, вы просто, вот, поассоциируйте спокойно на эту тему. То есть, поассоциируйте на тему того, значит, почему вы не хотите, чтобы мой грудь не смотрел на вашу грудь. То есть, с чем это связано? Либо вы перестали принимать себя и, как бы, отрицаете факт нормальности. Вы отрицаете факт нормальности того, что в результате скормления грудью, да, значит, она может изменить свою форму. То есть, когда вы начинали кормить малыша, вы уже, как бы, допустили вот эти изменения. Вопрос к вам возникает тогда. Вы могли бы, например, своего ребенка не кормить грудью? Вот это мне подсказывает, что нет, что вы не могли бы так с ним поступить. Если так, если мы берем за основу, что вы не могли бы с ним так поступить, с своим ребенком, то тогда, значит, получается, что вам нужно вспомнить свой мотив, который двигал нас на то, чтобы кормить ребенка грудью. Это первое. Второе. Нужно, чтобы вы подумали все-таки, откуда взялся этот комплекс. То есть, на чем он основан, в какой момент вы потеряли уверенность в себе, что на это повлияло. Что повлияло на то, что вы потеряли в себе уверенность. Вот как вы говорите, как стать уверенностью, да? Вот. То есть, вам нужна оценка. Вам нужна оценка мужчины. Вам нужна оценка других людей, получается, по отношению к себе. И это не есть хорошо-хорошо. Потому что, если вам нужна оценка других людей, то это всегда ведет, ну, к определенным, скажем так, к определенной степени зависимости от них, от этих людей. И либо вы всегда были зависимы от мнения людей. Просто, вот, ну, знаете, это не проявлялось как-то вот до, например, до сих пор это не проявлялось. Либо вы стали зависеть от людей только вот после каких-то, значит, ну, каких-то событий, которые с вами, значит, происходили, да? Которые с вами случились. И в этом случае, в этом случае я рекомендую вам все-таки постараться определить то, с какого именно момента все же все началось, да? То есть, вот, с какого именно аспекта все, все, как бы, ну, берет свое начало. Вот то, что вы сейчас чувствуете, вот. То, что ваша грудь, она стала более растянутой и так далее, ну, это, знаете, как бы процесс чисто такой физиологический, и в этом нет ничего страшного, особенно, если, если вас, например, любит ваш мужчина, и если у вас с ним все хорошо, если у вас с ним нет никаких проблем, если над вами все в порядке, если у вас с ним полное взаимопонимание, вот, то тогда никаких проблем нет. Знаете, если он вас любит, если вы, и если вы друг другом искренне, то он просто-напросто любит и принимает вас такой, какая вы есть. А вот почему вы себя не принимаете, это вот вопрос. Вполне возможно, что вам стало страшно, например, почувствовать себя, что, допустим, некрасивый, да, или что-то еще. Самое главное, нужно разбираться с тем, что для вас красота. Вот. Вполне возможно, что вы боитесь, например, того, что вы непривлекательны, и того, что, ну, допустим, мужчина, да, вас бросит, вы будете одна. Вот это глубинный страх одинного чувства. Вот. Вполне возможно, что что-то еще. То есть стеснение – это всегда непринятие себя. И для того, чтобы себя полюбить, для того, чтобы начать себя любить, как вам сказала моя коллега, скилковая Ирина, нужно работать. Нужно работать с психологом, нужно работать с психологом, чтобы вы общались и постепенно, постепенно меняли вообще свои приоритеты. То есть понимаете ли вы, что стесняясь в своей груди и как бы не желая, чтобы мужчина на нее смотрел, вы как бы обвиняете своего ребенка, сына, в том, что это он виноват. Это он виноват, что у вас такая проблема. Если вы не считаете, что он в этом виноват, то точно с вами, то как вы сейчас выглядите – это абсолютно нормально. И для мужчины вашего, понимаете, это тоже так. Вообще, вы сказали такую вещь, что он вам, значит, не скажет прямо. Например, ну вот человек, грубо говоря, не скажет открыто, что ему, допустим, нравится, да, и что ему там не нравится. И вы, опять же, рассуждая вам понятным языком, вы, как бы, опираетесь на этот факт, на тот факт, что мужчина вам скажет. Ну, скажет он вам, например, о своей симпатии или антипатии. Ну, почему вы решили, что слова здесь важны? В таких вопросах, как вот тот, который вы запрагиваете, важнее не это. Важнее поведение мужчины. Важнее то, как он себя ведет. Важнее то, как он проявляет свою активность по отношению к вам. И если человек, собственно, испытывает к вам влечение, если человек, как бы, проявляет к вам сексуальную активность, то переживать нечего. Вам нужно просто взять и постараться превратить вот этот вот слой, по-вашему мнению, недостаток просто в данность. Это просто данность. И все. Человеческое тело видоизменяется со временем, и это нормально. А вы не принимаете в себе это, потому что вам что-то мешает. Либо это общественное мнение, как я уже сказал, а либо это что-то еще, например, какого-либо страха. Я, к сожалению, сказать вам о том, что именно сейчас не могу. Ну, потому что с вами нужно разбирать. То есть, сперва нужно понять, что именно наставляет вас стесняться, почему вы не принимаете себя, что мешает себя принять. вот, и работать с этим, проанализировать это, вообще, просто, может быть, даже просто проговорить это для начала. И, в соответствии с этим, изменить свое поведение. Да? И после этого необходимо вам изменять свое отношение к себе вообще, делать его более ценностным, более любящим и более уважительным. А сейчас вы этого не делаете. С другой стороны, вполне может быть и так. На мой взгляд, вы можете использовать свое стеснение для того, чтобы привлекать своего мужчину. то есть, вы, например, стесняетесь, мужчину это, допустим, заводит, вот, мужчину это заводит, и он более страстно ведет себя с вами, допустим, в постели. И, в принципе, в принципе, все довольны. То есть, можно вот этот вот факт обратить во благо. При соответствующем изменении поведения и при соответствующем понимании того, что может значить вот факт, ну, тот факт, да, о котором вы сказали, о котором вы говорите. То есть, понимаете, какая ситуация получается? Вы можете обратить, вы можете обратить себе во благо то, что, то, как вы себя ведете. Потому что женщины, стесняющиеся, мужчины, как правило, не всегда, но, как правило, мужчины хотят больших потому что стеснение поражает желание раскрыть, завоевать, овладеть. Понимаете? И тоже можно использовать себя во благо. То есть, три таких вот направления. Первое направление это работа, что касается источника вашего непринятия себя. С другой стороны, это изменение отношения к себе, да, то есть, за нас вы только изменили взгляд на себя, то, как вы себя воспринимаете типичи. И почему именно так? Опять же, здесь скорее всего и ваши установки, и ваши ценности, и то, как вас родители воспитывали и так далее. Здесь, может быть, еще и то, как я понял, ребенок не является сыном этого мужчины, с которым вы встречаетесь, что у вас есть, ну, был, точнее, другой мужчина, отец ребенка, с которым вы расстались, и расставание не могло не повлиять на вас негативно. И это, по-моему, привело к тому, что вы стали вместе с себя соценивить и, может быть, даже действительно бояться остаться одной. То есть, вот, этим моментом, да, то есть, проанализировать ваш жизненный путь, чтобы понять, где кроется вот эти вот стрингеры, стрингеры, которые заставили вас вот так вот себя фишки, это очень важно. Но я вам рекомендую вот саму подумать об этих вещах, то есть, если вы, например, не сможете изменить мою самооценку без помощи психологу, ну, просто там всегда обратная связь и лично на помощь и поддержка, то, например, подумать о том, что заставило вас так думать, и на какие нормы, на какие переживания, на какие установки вы опираетесь при этом. Это вы можете сделать вполне, как и постараться использовать свое сочинение во благо. То есть, смотрите, вы стесняетесь, стесняете дальше, допустим, но стесняетесь так, чтобы мужчина от этого хотел вас больше. Если требуется корректировка, то, думаю, тоже можно обратиться к психологу и выработать такую более эффективную стратегию для достижения этой цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы или что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи. Спасибо за субтитры и удачи.